Приветствую любителей стратегии шагающих боевых машин. В эфире инженерный подход, канал FIGAX. Звучит непривычно, но довольно прикольно. Продолжаем мы сагу о железных людях, о викингах из Икея, которые несут мебель и просветление всей галактики. Ну, начинаем мы, конечно, с внутренней сферы, а там как пойдет. Очень активно идет война на глобальной карте, на самом деле. За день может смениться там сразу несколько раз владелицу одной планеты. Либо она, например, утром захвачена, вечером восстала, ночью ее захватили обратно. Поэтому приходится дневники писать крайне вот так вот урывками, крайне быстро, вестами спонтанно и, естественно, получается это далеко не всегда. Ну, представляю вашему вниманию очередную страницу из дневника Сынов Хёрварда. Приятного просмотра. Дневник Сынов Хёрварда. День 559-й. Мы пробыли на фронте всего лишь меньше года, 312 дней, если быть точным. Но такое ощущение, что мы здесь находимся вообще всю жизнь, с самого рождения. Постоянные перелеты, бесконечное сражение с противником на разных планетах. Не покидает ощущение тщетности всех наших усилий, так как мы не можем продвинуться дальше первых трех планет Синдиката Дракона. Мы прекрасно, насколько забрали систему нигде. Позже забрали себе Нью Саппора. У нас в нашем распоряжении были вот эти все планеты. Селфорд, Хердшилл, Брюхуэго, Грэвен Хейдж. Все это было нашим. Пока не началось восстание Куритян, которое мы не смогли подавить до всего момента. И эти самые партизаны, повстанцы, просто как муравьи, как жидкость, по которой бьешь кулаком. Она разлетается во все стороны. Ты их уничтожаешь на Салфорде, они летят в Грэвен Хейдж. Ты их уничтожаешь, отправляешься туда, они захватывают Селфорд снова. Думаю, пока Модрин не отладит вот эту вот систему восстаний, мы так и будем страдать, висеть на месте. Но, тем не менее, у нас уже очень много боевых компаний, отрядов. Они висят везде практически. Вот, кстати, Куритяне тоже пригнали одну банду сюда. Это даже две. У нас здесь есть семь в Хардшилле. Нью Саппора три штуки. Грэвен Хейдж пулста. Ну и там на подходе еще ребята дома имеются подкрепления в пути. Всего же было зарегистрировано больше тридцати боевых отрядов Ярнфолка. За это время наши воины набрали очень много опыта. У них появились афинити второго уровня со своими мехами. Брита практически достигла максимальной прокачки для рукопашного боя. Ей были выбраны навыки Берсеркер, который увеличивает урон рукопашный, точность, на 10% меньше урона себе при чардже и 15% при ДФА. Она же смерть с небес. Хаген, лидер наш, успешно проходит обучение по ветке стрельбы. У него уже есть навык Варлорд, такой же как у Сигурда. Сигурд просто нереальными темпами у нас растет и качается. Собирает больше всего опыта после боя. Наносит максимальное количество урона. У него скоро будет просто 10 из 10 и что-то еще с ним делать бессмысленно. И просто идеальный воин. Тор Бьерн прекрасный разведчик. У него также уже есть второй навык в ветке пилотирования. Активный, дает плюс 2 местного ECM, то есть усиливает подавление сенсоров противника. И на 50% снижает сигнатуру визуальную и радиоэлектронную на 2 хода. То есть он становится практически невидимым на целых 2 хода. Это вдобавок к тому, что у него увеличен лимит шевронов уклонения. То есть он может на своем фаерестаторе разбежаться на 5, иногда даже на 6 шевронов. Но это крайне редко. В основном 4-3 в боевых ситуациях. Но несмотря на все эти не самые приятные новости касаемо глобальной карты, Нью-Йорк к нам был благосклонен. Мы смогли таки раздобыть на бою катапульту 3 модель R4. Она же рископульта, более известна под таким названием. Сейчас наши инженеры готовятся ее восстанавливать. То есть она к нам в целом в хорошем состоянии попала. У нее сохранились основные детали центрального торса. Остался один лазер. Теплорассеивающая броня оказалась вообще не тронута. Теплообменник также в прекрасном рабочем состоянии. К счастью, у нас имеется еще один гиперлазер, который мы сюда установим. И получим практически в изначальном виде катапульту, Которая когда-то вышла с завода, с конвейера корпорации Риск. Ну, либо не корпорации. Кто же их поймет, этих сфероидов? Так как больше четырех мехов высаживать мы пока что не можем, Было принято решение спайдера отправить на заслуженный отдых. Этот мех верой и правдой служил нам все это время. Ну, как и остальные три, собственно. Но сейчас уровень боев и сила противников таковы, Что даже его топор трехтонный не позволяет прорубаться сквозь их тонкие спины. Ну и, к сожалению, с вооружением проблемы всегда были. Это всего лишь тридцать тонн. Это вам не какой-нибудь тяж или штурм. Поэтому именно спайдер отправляется на склад. Мы будем по тебе скучать. И обязательно найдем нового носителя твоего топора. Далее, идем по порядку. Ханчбэк. В одном из боев он пострадал. Пришлось катапультировать пилота, чтобы спасти всего меха. Из-за этого была потеряна электроника. К счастью, мы ее смогли частично восстановить. Собрать из других мехов. Возвращаем сенсор-трекер на место. И в целом, теперь у него есть все как было. Только осталось кокпит заменить на Sleek Suite. Ну и, конечно же, систему жизнеобеспечения тоже нужно будет заменить. АС-20 продолжает верой и правдой нам служить. XL-движок таки был установлен благополучно. Это позволило нам накинуть еще тонну амуниции. Два медиум-пульс-лазера для постоянного и плотного огня на средней дистанции. Наличие ферроволокна клановского производства позволило нам установить сюда кейс-2. Также клановый. Теперь мы не боимся подрыва боеприпасов. Ну и сюда была установлена Angel ECM. Мощнейшая модель системы радиоэлектронных вот этих вот помех. BC Ballistic имеется. Система управления наведением также установлена здесь Mark II. В отличие от той, что была Mark I, здесь модификатор Gunnery дается дополнительный. И, в общем, все это позволяет достаточно точно стрелять. Тем не менее, не хватает некоторых боевых компьютеров. К сожалению, у нас их нет. Они были уничтожены, когда катапультировался пилот. Ну и сюда переехала система противоракетной обороны. Болтон ракетная. Потому что на Ассасин была установлена эта система пулеметная. Также здесь были налутаны и установлены вот Ер Лардж клановый. С прекрасным уроном, с прекрасными показателями дальности стрельбы и точности. Иксельский движок сюда тоже поставили. Все боеприпасы спустили в ноги, чтобы не потерять вместе с полуторсом еще и всего меха. Ксельный движок не прощает ошибок. АМС установлено в центр торса, так как вспомогательный слот именно здесь. Ну и разумеется, все мехи оборудованы оптикой. Без этого вообще никак нельзя воевать. Далее. Фаерстаттер. Ему не нужна оптика Mark III. Она понадобится для риска пульты. Возвращаем на место без пилотники. Здесь стоит Excel-движок, Double Heat Sync Kit, Sensor Tracker, Хищник FCS. Были добавлены два Mad Heavy лазера, благодаря тому, что здесь была установлена как раз-таки система двойных китсинков и Exchanger Plus. Система охлаждения позволяет прекрасно выдавать альфу где-то хода три подряд. Малыми X-пульсами, M Heavy, 2 метод пульса. Это все прекрасно работает и прекрасно уничтожает силу противника. Гироскоп UL тоже здесь был добавлен. Он, конечно же, увеличивает урон дестабилизации входящей, но, к сожалению, пока других гироскопов нам не попадалось. Компактный гироскоп увеличивает тоннаж за счет уменьшения объема занимаемого. Были добыты клановые хитсинк киты, но у нас нет этих самых хитсинков клановых. У нас есть XL-движки, эндосталь, ферроволокно. Всего этого барахла у нас теперь навалом. Что не может не радовать. Со спайдера только что был снят Слик Сьют. Пожалуй, его стоит установить на... Так, зря я это отменял. Ханчбэка тоже отменяем. Там копейки. Он может получить не только сенсор-трекер, но и Слик Сьют. Прекрасно. Так будет гораздо лучше. С фаерстаттера снимаем очки. Они же Advanced Optics Mark III. Снимаем Light Tag. У нас появляется 845 килограмм свободного веса. Это легко вот таким вот образом сейчас компенсировать. Мне нужна свободная тонна, чтобы я мог поставить сюда. Таг РУ-4. Чтобы еще больше увеличить огневую мощь нашего фаерстаттера. Таг РУ-4 позволяет в конце раунда произвести залп стрелой РУ-4. Ракетой РУ-4. Она же стрела. Кулдаун этого тега 3 хода. Дает 100 урона АОЕ и 50 урона стабильности. В том же радиусе. Радиус 75 метров от точки поражения. Ну и переходим к главному номеру программы. Катапульта. Она же Рискапульта. Посадим ее вот сюда. Займет достойное второе место в рейтинге наших мехов. Ханчбека еще никто не переплюнул. И набираем сюда лазеры. Так. Тут еще под тоннажу влезает Лайтер Пипса. Далее. Оптика идет на место. Почему-то эксченджер слетел. Вот другое дело. Родной КВИРК Рискапульты позволяет использовать боевые компьютеры сразу же без системы наведения. То есть это уже все вшито в мех. Также здесь стоят рисковый кокпит, рисковые сенсора. И пока что наша компания, наш отряд не располагает оборудованием лучше, чем то, что здесь имеется изначально. Это просто-напросто высокотехнологичная машина смерти. Итак, осталось шесть свободных тонн. Три из них займет Warfare Suite, разумеется. Еще три тонны уйдут на Хитсинки, потому что нам сейчас все равно не хватает охлаждения. Так как были установлены довольно-таки горячие лазеры в количестве двух штук и пипца. Когда-нибудь мы сюда установим более мощный прототип Дабл Хитсинки. Они, кстати, сейчас установлены в Ассасина, потому что это единственный мех, который позволяет, имеет на борту движок с десятью внутренними Хитсинками. То есть внешние Хитсинки добавлять не нужно. Устанавливаем систему охлаждения, получаем сразу же десять внутренних прототипных Дабл Хитсинков, которые не только уменьшают тепло непосредственно, рассеивают его, но и на четыре процента снижают тепло, генерируемое оружием. Джампджеты здесь когда-то стояли, они не нужны. Здесь стояли два MI Heavy Laser, импругнутые. Их мы заменили одной Lightyear пипцой, к сожалению, но потому что у нас этих Heavy Laser нет. Вы скажете, что они есть на Firestarter. Когда-нибудь я их с Firestarter сниму и обязательно установлю в катапульту, чтобы она стала тем, чем была когда-то. Ну и, конечно же, BC Gunnery, BC Energy, BC Short Range у нас, кстати, есть, но ставить его смысла нет никакого. Сейчас вот в таком вот виде мы получаем снайпера, который может на оптимальной дистанции в 400-450 метров наносить 240 альфы. И, как правило, этот урон будет заходить достаточно точно. Именно поэтому сюда была установлена оптика. Ну и, разумеется, мощнейшая система радиоэлектронной борьбы, которая позволяет полностью все, все аспекты этой самой радиоэлектронной борьбы использовать и получать от этого большое преимущество. 20 дней займут работы, 1 192 это все будет стоить, затратно, но оно того стоит. Наконец-то наше копье получило достойное усиление. Все эти работы проводятся, так, 20 дней. У нас два рабочих мехбэя, поэтому самое длинное выставляем наверх. Во втором мехбэе в течение трех дней ханчбэк и фаерестатор будут обработаны, обслужены и переоборудованы. Через 11 дней у нас финансовый отчет, все в порядке, отправляемся к контрактам. У нас имеется предложение, приоритетная миссия на системе Хардшелл, 19 дней полета, 2,5 черепа, марсианский биом. Задача уничтожить копье вражеских куритянских мехов. Разумеется, мы за это беремся, выбираем чуть больше лута и отправляемся в путь. События Дровинг Строус. Отправляем, конечно же, медиков. Медиками можно жертвовать, они не так часто нам пригождаются. Тем более, это всего лишь на несколько недель. Кстати, об аргу и его улучшениях. Были выполнены улучшения проводки и корпуса второго уровня. Также склад был проапгрейзен до второго уровня. Реакторы. Был установлен бета под второй обучающий модуль. Постепенно жилая зона тоже улучшается. Комфорт жизни растет. Технические очки тоже растут. Второй медбей также был установлен, потому что стоит не так уж и дорого. Ну и позволяет все равно быстрее отдыхать нашим воинам. Теперь им нужно всего лишь пять дней после задания. Тогда как в начале нашего пути это время занимало аж восемь дней. Итак, мы прибыли. На задание идти еще рано, потому что нужно ровно один день подождать, пока катапульта закончит... Точнее, Ян закончит работу над катапультой. Теперь отправляемся в бараке. Наши михвойны давным-давно отдохнули. Нужно чуть-чуть накинуть Хагену очков. Брита пока что подождет. Сигурд улучшает тактику, разумеется. Торбьерну нужно тоже тактики накинуть, потому что у него иногда проседает инициатива. Ну что ж, мы готовы к войне. Да поразит Тор своей молнией наших врагов. Кто поедет на рископульте, возникает вопрос. Видимо, Брита. Потому что Торбьерн привык к своему фаерстатуру. Но есть один нюанс. У катапульта стоит два гипера. Гиперы могут давать осечку. Шанс этой осечки снижается навыком Ганнери. Поэтому напрашивается на катапульту сажать нашего лучшего стрелка. Ну а Брита тогда сядет по остаточному принципу на Ассасина. В целом она может это легко исполнить. Ну что же, отправляемся в бой. Снова эта пыльная планета. Как же она успела нас достать? Итак, вражеское копье где-то здесь. Нам нужно их найти и уничтожить. Все просто. Нам, как всегда, дали каких-то местных солдафонов. Неопытных и не очень-то умных. Высадиться можно, наверное, где-то тут. Правда, это радиоактивное поле. Но тем не менее. Мы из него уйдем и быстренько остынем. Самое главное, чтобы у противника не было больших подкреплений. Это самое важное, я считаю. Со всем остальным справиться можно легко. У катапульты дальность хода 170. Дальность спринта именно. 170 метров, неплохо. Ну, ассасин, как видите, набирает легко 4 шеврона уклонения. Файерстаттер пока только 3. Но здесь негде разбежаться особо. Союзники. Кстати, их нам дали немало. Целый орион. Дервиш. И гремлин. И кобальт. Пара танчиков. Стрик МРМ. Лурмы 10. Лурмы 20. Медиум пульс. Кребеха 10. К сожалению, уже закритована. Здесь нас ждет Снэйк. Ну, судя по объему брони, ничего такого. Но вооружен он знатно. Нет, катапульта точно не будет никуда ходить. Нам лучше подождать действия противника. Что они нам покажут? И это все, на что ты способен? Вулфхаунд. Да, определенно противник будет иметь некое подкрепление. Потому что на нас сейчас бросают легких мехов. Это уже что-то более серьезное в нашу сторону полетело. Брита может спокойно подойти этому Снэйку в лицо прописать. Лучше делать это, конечно же, из пыльной бури. 4 шеврона, защита 20%. Но с точностью большие проблемы. Цель двигалась No Censors. Почему No Censors? Очень сильное подавление. Ну что ж, тогда, наверное, MRM включать не будем, чтобы не заклинило лишний раз. Этого хватило. Хорошо зашло. Наши товарищи активно подтягиваются. Не может не радовать. Интересно, кто нас так активно подавляет. Явно не только Снэйк. На минус 8. Это у кого-то еще больше радиус имеется. И это заставляет задуматься. Тем не менее, мы имеем сейчас шанс очень сильно раздамажить этого самого Снэйка. Точность позволяет. Но при этом мы получаем адский перегрев, потому что наш радикал It's Ink Kit не включен на данный момент. К тому же, марсианский биом на 20% снижает эффективность охлаждения. Из-за этого придется выключить один гипер на всякий случай. Все зашло прекрасно. Пипца еще и подавила сенсоры противника. Это единственная точка, с которой ханчбэк может вести стрельбу. Но теперь-то у него есть сенсор-трекер, но чего нет. Ну, видимо, у него прекрасный ACM щит. Без проблем. Мы до него еще доберемся. Это будет нетрудно. Какой ролл на сенсора? All Info у него есть. Также есть ангел ACM. Но, если я Тор Бьерна сейчас это переключу в режим подавления вражеского ACM, то у него перестанет работать его стелс-броня. По нему станет легко попасть. Придется все-таки это сделать, пойти на риск. отправиться сюда. Подавить противника. Точность, правда, лучше не стала. Но ACM джемминг мы убрали. Да, все в порядке с сенсорами. Так, Arrow выключаем. Сейчас пока рано его использовать. Хотя, при удачном стечении обстоятельств... Нет, точность слишком низкая. Лучше не рисковать. Также желательно выключить M Heavy Laser, чтобы не давать лишнего перегрева. Время еще не пришло. Противник и без этого падает. Потеряв половину меха. Наш ход. Пока никого не видно, не слышно. Скорее всего, что-то тяжелое и страшное притаилось за теми горами, либо пока еще находится в пути сюда. Идеальные брекеты этого снэка сейчас не станет. Придется пойти на небольшой перегрев. Либо стрелять одним-единственным гипером. Но это крайне невыгодно. Попробуем ему ногу отстрелить. Прекрасно. Радикал хитсинг включились, но гиперлазер к сожалению кританулся. Будем использовать другой. Ничего страшного. Волфхаунд просто в страхе от нас убегает. Пришло время Торбьерну продемонстрирует свои навыки пилотирования догнать и уничтожить цель. Да, у этого тоже неплохое ECM поле, тем не менее Торбьернс с помощью своего ангела его спокойно гасит. Но в чем же дело? У тебя плохой ролл? Нет у тебя в целом неплохой ролл. Беда сенсорами. Придется просто пинговать цель и надеяться, что кто-то другой ее прикончит. Ну, зараста они его точно не убьют. Ну, и долго бегать он здесь не сможет никак. Подошел какой-то мех, не успел прочитать. Тоже 22 фаза. Прямо сквозь силы своих прошибает кто-то насквозь. Волфхаунду досталось очень сильно. Фаерстаттер потерял уклонение. Это начинает меня напрягать. Нужно включать ему обратно Цефалус. Вот это что было. Надо обратно включать стелс, иначе его сейчас быстро заберут. Ассасин идет вперед. Точность все еще ужасная. но сенсор. Все противники используют активно стелс-броню. Придется включить МРМ. Надеется, что не заклинит. Не заклинило. Прекрасно. Хаген видит волфхаунда, кстати говоря. Но лучше бы ему, наверное, прибежаться, но здесь местность не позволяет. 48. Дополнительные боеприпасы позволяют иногда в таких ситуациях пострелять, и если это заходит, то бывает очень больно. Союзники никогда нас не доберутся. Могли бы лурмами пострелять. Волфхаунд чуть-чуть не упал. Не хватило ему чуток. Какой гипер кританулся? Кританулся верхний. Его отключаем, включаем, другое. Радикал хитсинки работают. Бежим и остываем. Нужно догонять своих. Афирматив. Но если добавить пинг, радиус не позволяет. Плазма. У него есть плазмаган значит. И пришлось ассасину тоже подрубить свой радикал пдхс кит, чтобы остыть. Свою активацию он может кстати повредиться сейчас. Так, фаерстатер живой. У него нет уклонения, ему больно досталось в прошлый раз. Что можно с ним сделать? Уходить в спринт он не может. Также желательно все-таки отойти чуть назад, сохранив подавление противника хотя бы одного. Попробуем вот здесь встать. Снимем нестабильность до укрепимся и на следующий раунд уже будем куда-нибудь врываться. Да, противники очень хорошо защищены. Ханчбэк отсюда, к сожалению, никого не видит. Нужно подходить ближе. Брита неплохо так нагрелась. С точностью все еще проблема. Вопрос, кто из них больше подавления нам дает. судя по радиусам, но в целом оба одинаковы. Минус 3. Это похоже на Guardian ECM. Выдавать альфа-страйк мы сейчас не можем по причине того, что у нас есть лишний нагрев. А нет, можем. Радикал, хитсинг какие-то работает. Ну, раз он работает, раз мы можем себе это позволить, отправимся куда-нибудь сюда и постреляем по вкусной спине в Волфхаунду. Версеркер нам здесь не поможет. А с точностью беда. Кто-то по-прежнему агрессивно подавляет все наши сенсоры. При этом даже этого противника не видно. Очень интересная ситуация. Хорошо, будем, значит, выцеливать Цефалоса. Стрики отстрелялись прекрасно. И мех внезапно был уничтожен, потому что у него что-то там подорвалось. Отличный выстрел Брита. пошли ракеты по Волфхаунду. Вот сейчас на такой дальности прекрасно видно, что не осталось у них больше никаких источников ECM. катапульта по-прежнему эту цель не видит. можем пропустить ход, но Волфхаунд не пойдет к нам. разумеется, он пытается атаковать Ассасина, заглушает его, к сожалению, своими певцами. Это что-то аэшная прилетела. Даже с холма, да, не видишь ты его, очень жаль. Спринтуй туда, пинга не цель, она в радиусе. Варфейр сьют работает, Торбьер настыл, Торбьер устойчив и готов идти уничтожать. Забегают, нет, близко в упор забегать нежелательно, потому что аэшные ракеты у союзников имеются. Как бы они своих же там не покалечили. Выдаем альфа-страйк, так, Эрро, к сожалению, здесь использовать не удалось, потому что слишком близкий бой, фантом-мех активировать пока не будем. Просто выдаем альфа-страйк. Цель уничтожена. Остался где-то один мех, где-то он тут спрятан. Стрельба какими-то ракетами откуда-то оттуда велась. Брита сейчас, конечно же, не в состоянии его показать нам. Есть желательно отключить сейчас ПДХС кит, потому что он может критануть движок. Двигайся сюда, остывай. Прекрасно. Цели по-прежнему не видно. Подтягиваем тылы. Ждем, когда противник себя покажет. Вообще никого не видно. Тор Бьерну советую переключиться обратно в режиме СМ, включить свой стелс и отправиться на поиски цели. Правда, он перегрет слегка, поэтому спринт они в эту сторону и остынет. Мы не выходим из режима боя, то есть противник где-то тут, но он точно так же не видит нас, как и мы не видим его. Допустим, сюда. Да, вот он, катапульта внезапно. катапульта 2. Она здесь все это время стояла и отдыхала. Ну что ж, держи альфа-страйк в лицо. И сейчас бедная Брита будет страдать. Да, эта катапульта явно обладает очень мощным СМ, скорее всего ангел. У нее очень высокий радиус, большой, и она нехило так подавляла у нас очень неумный пилот у этой катапульты. Так это не делается, конечно. Просто взял сам себя перегрел, получил большой риск, что у него подорвутся сейчас боеприпасы. Я даже варлорда подключу Хагену для дополнительного урона, для дополнительной точности. Попробуем выцелить головешку. Вроде что-то зашло. Да, пылопопадание в голову, одно ранение есть, осталось еще четыре. Ну, у нас в запасе два раунда еще целых. И, судя по всему, подкреплению противника не будет. Вряд ли мы сможем очень аккуратно уничтожить эту катапульту, поэтому придется просто ее разнести в клочья, но я бы хотел забрать у нее хотя бы ракетные установки. Перегрев, да. Ну, выключим экспульс. Оба. Нормально. колбридж, чек. Пройден. Эх, надо было на один гекс ближе подойти. Ну, и так, неплохо. Продолжаем утюжить. цель уничтожена. К сожалению, кританули движок. Скорее всего, там не будет деталей именно этого меха. Не более одной. Да, риска пульта себя неплохо проявила. Разумеется, дежурный крит гиперлазера, все мы это прекрасно знаем, благо имеется всегда второй. запасной. Сигурд набрал 8000 опыта, в то время как все остальные примерно по 2000. Вот как он это делает? Уму непостижимо. Нет? Смотрите-ка, у нас есть три детали катапульты 2. Три детали цифалуса, флеймер, лайт, пипца, две штуки, лрм-21 штука, плазма, кэнон, не интересует, тсэмп, кэнон, таргет, сафер, пеналти, ту, мувмент, знакомая штука, очень неприятная, очень много дебафов вешает, хамелеон доступен, который можно повесить вместо стелса на фаерстаттер, правда ему слотов скорее всего не хватит на это дело. Клановая сталь, гиро, уэл, у нас уже есть, патчворк материал, сенсора, ну что ж, Нью-Йорк к нам очень благосклонен, забираем катапульту, я считаю, что это сейчас выгоднейшее предложение, все остальное не настолько полезно здесь и сейчас, ну кроме хамелеона аж целых двух штук, вот почему я не мог поразить цели, они были все в хамелеонах, это все дело стакалось и было очень-очень трудно попадать, тем не менее мы это дело превозмогли. Но лучше иметь еще один 70-тонный мех, кстати, это первый тяж в копье, у риска пульты 55 тонн, весовая категория, а это полноценный тяж. К тому же хамелеон, как я уже говорил, мы не можем установить нашего фаерстаттера. Возможно, сможем установить когда-нибудь потом, нам он сейчас не достался. Гира UL у нас уже есть, а МОЛРМ ЛК пусть будет, Энда Стали, у нас и так 4 штуки, кейс обыкновенный не нужен, дебав пушку оставляем, обрез пипцы, конечно же, оставляем, плазма кэнон, ну, пусть полежит пока, к нему боеприпасы еще нужны, но эти боеприпасы попадаются в магазинах, лайт пипца тоже пусть будет. пришли новости с фронта, Ярнфолк забрал Хардшилл у Куриты, мы теперь находимся на союзной планете, возможно, даже наши труды этому способствовали, и именно наш отряд нанес финальный удар. Это легко проверить, смотрим, контроль, 59-41, но здесь наших 10 штук, поэтому любой мог нанести именно тот самый финальный удар, который перевесил чашу весов в нашу сторону. Это позволяет нам использовать свои родные магазины. Мы можем здесь закупить части мехов, целую бронетехнику, которая, к сожалению, не так хороша, как хотелось бы, перекойл, половина АМС боеприпаса, вот это стоит взять, стрик СРМ, тампер, СРМ Дэдфайр. В онлайном магазине все гораздо интересней, но у нас нет таких деталей, балкон, Блэк Найт, Стингер, Требушет 5Н классический, лурмы, пулеметы пипца, стреки, четвертый, тандерболт 15,9 тонн весит, Bloodhound Probe, а вот он хамелеон, его можно сейчас купить за 900 тысяч. Это именно тот самый хамелеон, который остался незалутан, он попадает в онлайн магазин. Именно фракционный, Bloodhound Probe пожалуй стоит взять, но давайте для начала промотаем вниз. Ender Composite, клановая Ender Сталь, все это слишком дорого, Exchanger простой, FCS Auto Cannon, Fero Волокно, Hero Dreadnought, точно такой же стоит встроенный в катапульту, позволяет ей использовать бастион, дает пассивный бастион, который на 20% режет входящий урон, усиливает укрепление до 40%, меньше урона стабильности заходит, вещь просто-таки превосходная, но C-E-V-E-W-S C-3 Unit, система радиоэлектронной борьбы, не самая мощная, просто комплексная, совмещенная, совмещение Warfare Сьюта, очень слабого, и C-3 системы. Arrow Inferno обязательно приобретаем, такие вещи нужно держать при себе и копить на всякие случаи. Больше здесь ничего интересного нет, забираем Bloodhound Probe и смотрим, что у нас по ремонту. По ремонту 6 дней, отдых пилотов 5 дней, поэтому можем смело оставаться здесь, перемотать время и отправиться на следующее сражение, о котором мы обязательно расскажем в своих дневниках. Если вам интересно продолжение истории Сынов Херорда и других отрядов Железных Людей, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, высказывайте свое мнение, оно нам очень важно. Паблик ВК и сервер Дискорда также имеются в описании под видео, ну естественно ссылки на них. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующей серии. Всем пока!